Жизненно важные уроки. Международный клуб делового сотрудничества общества «Ямал Туральянс» взяла за практику приглашать в город известные личности. И не просто для того, чтобы на них посмотреть, но и за тем, чтобы новоуренгойцы могли поучиться чему-то полезному. На этот раз мастер-класс для жителей города провела Анфиса Чехова. Сегодня она не работает на российском телевидении, но слава популярной передачи, которую вела Анфиса, живет, поэтому желающих послушать в культурно-спортивном комплексе «Молодежный» собралось немало. С женщиной, привлекательной во всех отношениях, знакомились Надежда Печоркина и Антон Берестянский. Пока главная героиня задерживается в пробке, вызванной ожиданием Олимпийского огня, гости слушают живую музыку. Международный клуб делового сотрудничества общества «Ямал Туральянс» взял за правило приглашать в приполярный город известных людей. Эту гостью можно и подождать. Анфиса Чехова намерена раскрыть некоторые тайны отношений между мужчиной и женщиной. Одну из главных ошибок когда-то совершала и она. Притягивая к себе не тех людей, а когда научилась обратному, четко разделила жизнь на две половины – до и после своих заблуждений. Мы имеем совершенно ложные убеждения в голове. Мы допускаем, что с нами можно как-то не так обращаться. Мы находим каких-то не тех мужчин. Все это можно исправить. Мало того, я это в своей жизни исправила. В числе секретов от Анфисы Чеховой специальный тест, который заполняется долго и часто приводит к неожиданным результатам. Тот, кто хочет найти себе настоящую пару, называет качество, которое хотел бы найти в будущем любимом человеке. Такое качество, как преданность, вменяемость, адекватность, умственное здоровье – это мы не пишем. Потому что подразумевается, что никому нам не нужен алкоголик, безумный, без мозгов, который нам изменяет. Это мы откладываем. После тщательного разбора приоритетов по методу Анфисы, получается, что соискатель сам отбрасывает в сторону блестящее не золото. Так и сама автор мастер-класса однажды убедилась, что ей нужен вовсе не богатый, красивый, брутальный жених, а добрый, щедрый, сексуальный и с чувством юмора спутник жизни, которого она наконец-то от вечности получила. Теперь живет с любимым мужчиной, не менее любимой дочерью, занята любимым делом. Словом, полная гармония с собой и окружающим миром. Не было, может быть, какого-то ощущения, что по телевизору она несколько другая? По телевизору было ощущение хуже. Мы живем, то есть я довольна тем, что я увидела, я довольна встречей, мне не жалко потраченных денег и, в принципе, есть над чем работать. Умиться, хорошо иметь, держать аудиторию, подать материал. Ну, просто красивая женщина. И так говорила все просто о таком сложном. Это и подкупает. Сама Анфиса Чехова тоже уезжает с хорошими впечатлениями. Город посмотреть не успела. Зато зарядилась позитивная энергия от его жителей. Прически всех красивые. Как на праздник я себя почувствовала, как будто в театр люди приходят в красивых платьях, с красивыми прическами. Вот с таком ощущении. Вроде бы я сегодня здесь не играю ничего на сцене, а ощущение, как будто я спектакль дала. Уйти сразу ей бы, конечно, не дали. Многие хотят не только автограф, но и фото на память с женщиной, привлекательной во всех отношениях. А клуб делового сотрудничества уже готовит новую встречу с историком моды Александром Васильевым. Надежда Печоркина, Антон Перестянский, служба новостей «Импульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!